Всем привет! Видео сегодня будет долгим, и, как всегда, вы можете слушать его как подкаст, ну и периодически заглядывать, что я тут рисую. Да, новостей будет очень много, поэтому присаживайтесь поудобнее, поставьте, пожалуйста, лайк под этим роликом, ну и подпишитесь на канал, если все еще не подписаны. Добро пожаловать! Итак, по порядку. Начну с того, что я рисую сегодня Александра. У меня уже была, ну, знаете, такая околополноценка с Владом, я называю это реализмом, но, конечно же, вы должны понимать, что это реализм в моем, как бы, стиле, то есть из всех моих нескольких градаций стиля, от самого простого к сложному, это, так сказать, самый сложный, самый фактурный, самый объемный стиль. И вот у меня уже есть такая полноценка с Владом. Есть, кстати, спидпейнт, оставлю вам в правом верхнем углу ссылочку. Ну и вот, наконец-то, руки дошли до Александра. Рисую я акрилом шинхан, профессиональной линейкой, на формате 40 на 40 сантиметров. Итак, начну с самого интересного. Я нарисовала комикс, а точнее мини-комикс. Да, там всего лишь 4 странички, но, поверьте мне, нарисовать даже 4-страничный комикс лично для меня довольно-таки сложно, потому что я такой человек, ну, вы знаете, да, не хватает мне терпения на вот такие долгосрочные проекты, но я все-таки решилась, так как было очень много вдохновения касательно этих двух персонажей. Вообще, у меня очень много вдохновения касательно Царевича и Владислава. Благодаря вам, конечно же, потому что как-то у нас такое, знаете, комьюнити классное очень развивается. И мне очень нравится за этим наблюдать, и огромное спасибо, конечно же, за вашу поддержку, потому что, ну, естественно, если бы вы меня не поддерживали, то давным-давно бы мой запал потух, и не было бы этих рисунков, не было бы этих комиксов, и, собственно, эта история не получила бы продолжения. Так что, конечно же, в первую очередь я благодарна всем вам, кто поддерживает эту тему. Вы не представляете, насколько это важно. Каждый ваш комментарий я вижу, я все это читаю, я стараюсь отвечать вам, я стараюсь беседовать с вами на эту тему, мне очень интересно погружаться в этот мир и создавать его вместе с вами. И отдельное спасибо моим бустерам, которые не только проявляют интерес к моему творчеству и развитию, но еще и готовы спонсировать это. Огромное спасибо вам за это. Кстати говоря, комикс целиком лежит в открытом доступе на бусте, и каждый из вас может его посмотреть, даже не приобретая подписку по ссылке внизу в описании. Пожалуйста, проходите и оценивайте. Ну и заодно можете посмотреть уровни, а точнее, что входит в скрытый секретный контент. Там довольно-таки много классных плюшек, которые больше нигде не публикуются. Они публикуются только на бусте. Просто посмотрите, вдруг вас заинтересует, и я буду очень рада, если вы приобретете какой-то из подписок. А если нет, то все равно просто фоловьте мой аккаунт, потому что какие-то бесплатные посты или те, которые можно будет купить разово, тоже, конечно же, будут периодически появляться. Ну что ж, наверное, я расскажу немножко про комикс. Естественно, без спойлеров, так что если вдруг еще не посмотрели, то не переживайте, хотя там особо на самом деле-то и нечего спойлерить. Но могу сказать про саму идею, про саму зарисовку. Я могу сказать вам точно, что это стопроцентно каноничная зарисовка. Это то, какими я придумывала персонажей. Это то, какими я их вижу. И мне кажется, что даже на этих маленьких четырех страничках, в этом маленьком крошечном диалоге, уже персонажи неплохо так раскрывают свой характер. Я очень надеюсь, что теперь многим из вас стало гораздо понятнее то, что транслируют персонажи, этот их вайп, их какое-то взаимоотношение. Например, судя по некоторым отзывам, оказалось, что некоторые удивлены некой дерзостью, что ли, царевича. Возможно, в чьих-то глазах он был таким очень милым, хорошеньким. Ну, знаете, излучает какое-то добро, спокойствие. Хотя, изначально, в основном вообще профайлике, да, я указывала, что царевич довольно-таки капризный. И у него довольно-таки противный характер. И вот, собственно, в этом мини-комиксе очень тоненько можно это отследить. Поэтому, да, я думаю, будет полезно периодически рисовать мини-комиксы для того, чтобы раскрывать характер персонажей. Пока это не превратилось в полноценную историю, пока это не обрело форму целостного какого-то графического романа, я могу по крупицам, по мозаичкам немножко воссоздавать более понятно всю эту картину с помощью вот таких вот зарисовок. Но, конечно, если у меня будет на это время, будет желание, опять же, мотивация, надеюсь, оно не пропадет. Потому что я думаю, что вы понимаете, насколько вообще создание комиксов, даже крошечных и простейших комиксов, насколько это трудоемко, это действительно так. И я действительно не парилась с рисовкой, например. Я вообще изначально не хотела делать никакие светотени, никакого объема вообще. Я думала, без покраса сделать схематично, набросочно, от одной линии, знаете, вот простецкий комикс. Но как-то я немножко вошла во вкус в процессе, о чем, конечно, немножко пожалела, потому что у меня ушло где-то 3-4 дня, прям полных 3-4 дня на отрисовку вот этого крошечного малюсенького комикса. И да, вы понимаете, да, что будет, если я прям возьмусь за это дело и начну прям прорисовку костюма. Все это вот, прям прорисовку интерьеров. А интерьер это вообще страшно сложно, особенно учитывая, да, эпоху. То есть все эти вензеля, камины, я сойду с ума, просто канзелябры и так далее. Вот. Это было бы, конечно, круто. Я бы хотела рисовать более полноценные комиксы в будущем. Но да, это очень сложно и это капец, сколько времени занимает. Ну, я думаю, для вас это не новость. И те, кто подписан на художников, которые рисуют комикс, я думаю, что вы видите, насколько часто обновляются выпуски там или странички. И это не так уж и часто происходит. Потому что, да, к сожалению, очень много нужно времени на это все. Но оно того стоит, судя по вашей реакции. Потому что я вчера читала комментарии и просто упивалась вашим восторгом. Я так рада, что вам нравится. Того, что вы в восторге, я в восторге еще больше. Естественно, мне хочется рисовать и придумывать еще больше и больше. И нет ничего прекраснее, когда одно искусство порождает другое искусство. И есть большое количество отзывов, что я вдохновляю у кого-то рисовать, придумывать персонажей, тоже делать комиксы. И это просто, ну, это бесценно. Это невероятно. И именно этим я хочу предложить вам и заняться. Да, давайте же порисуем персонажей. Я такая, знаете, сразу влетела с ноги просто в эту тему. Я уже не раз говорила, что я абсолютно точно поддерживаю любые хэт-каноны, любые фанфики, любые фан-арты. Мне все это очень нравится. И меня это только еще больше радует. То есть у меня нет какой-то ревности, что кто-то может рисовать моих персонажей. Наоборот, мне нравится, что кого-то настолько вдохновляет персонаж, которого я придумала, да, незуществующий человек, что у человека есть запал. У него есть вдохновение рисовать, что-то с этим делать. Вы вообще представляете, сколько энергии в этом всем? Вы вообще представляете, сколько в этом вдохновения? Я не знаю, но для меня это очень важно. И давайте же уже перейдем скорее к теме некоторого челленджа. Я не знаю, ну давайте назовем это челленджем, окей. Хотя это не совсем челлендж. В общем, я предлагаю вам порисовать моих персонажей, да. Правила. К черту правила. Нет никаких правил. Пусть они нахрен идут. Правильно, правильно. Рисуйте все, что хотите. Если вам нравится Саша, рисуйте Сашу. Если вам нравится Влад, рисуйте Влада. Если у вас есть какой-то сюжет на тему, ну, где они совместно присутствуют, пожалуйста. Также, да, у нас есть еще сестрички. Хотите использовать их для сюжета тоже? Ну, в смысле, старшие сестрички Александра, близняшки. Вот. Вы их также можете использовать, почему бы и нет. Это могут быть портреты, это могут быть зарисовочки, это могут быть мини-комиксы, это может быть гардероб, вы можете порисовать одежду, потому что там есть где разгуляться, в принципе. В общем, все, что вашей душе угодно, пожалуйста. Ну и в конце, как всегда, я сделаю итоговое видео, где я рассмотрю ваши работы, прокомментирую их, в общем, сделаем с вами какой-то обзор. Обзор фан-артов, так сказать. Где это все дело публиковать? Давайте так, давайте публиковать вообще везде, где вам удобно, но с одним условием. Я бы хотела, чтобы вы выбрали какую-то одну конкретную площадку для того, чтобы, ну, мы с вами сократили количество копий, да, чтобы не был один и тот же рисунок опубликован везде. Мне так будет гораздо проще все это отслеживать, отсматривать и так далее. Ну и в целом у нас будет меньше какого-то спама лететь, да. Так что, да, выбирайте одну из трех площадок. У нас с вами будет ВК, Телеграм и Инст. Вот, выберите, пожалуйста, ту площадку, которая вам конкретно удобна. В Инсте вы просто, как и всегда, во все предыдущие челленджи отмечаете меня, ставите хэштег, посвященный челленджу, и все, в принципе. Я по отметкам вас уже смогу с легкостью найти. В Телеграме для этого будет отдельный пост, да, так что обязательно зайдите, подпишитесь на Телеграм, в ближайшее время он там появится. Вот, и вы прям под этот пост будете скидывать свои рисунки. А в ВК я, наверное, тоже либо создам пост, либо прям отдельный альбомчик, куда можно будет загружать фан-арты. Это я еще подумаю над этим, как это сделать. Вот, и все, и вы просто выбираете, где вам удобнее опубликовывать вашу работу. Я буду смотреть во всех трех соцсетках. Настоятельно рекомендую вам подумать над тем, чтобы поучаствовать в этом фан-арт-челлендже, потому что я предлагаю вам довольно-таки интересную штуку. Во-первых, у вас нет правил, и вы рисуете вообще, как хотите и что хотите. Ну, конечно же, в рамках адекватности и в рамках персонажей. Ну, а смотрите, как минимум, это вампирская история. Это уже интересно. И это не просто вампирская история. Это вампирская история в древнеславянском сеттинге. А это уже неплохо. Отличный шанс порисовать мрачно, интересно, придумать какой-то особый визуал в этой стилистике. К тому же, с помощью рисунков или каких-то комиксов вы можете наделить персонажа какими-то хедканонными чертами. То есть, вы можете взять Влада и сказать, я придумала его вот таким, вот таким. Он умеет вот это, он любит вот это, он ведет себя вот так, да, и это будет ваш прекрасный хедканон. Вы просто возьмете уже готового персонажа и, как бы, ну, прокачайте его до того уровня, чтобы он нравился вам. И вы сможете показать это другим людям, чтобы они оценили. С каждым днем эта история в моей голове становится точнее и точнее, понятнее и понятнее. Но, конечно, пока что я не могу полностью рассказать, что к чему. Я вам уже который раз об этом говорю. Но, правда, еще не время, вот. Потому что... Слушайте, ну, я могу вам сейчас просто просполерить эту историю и сказать в трех словах. Ну, короче, дело стоит вот так, вот так и так, а закончится все вот этим. Ну, и что? И что, да? Это же глупо, поэтому я пока что храню все эти наброски касательно сюжета, да. Я этот сюжет выстраиваю, он становится более точным со временем. И все-таки, все-таки, я думаю, что это однажды реализуется либо в полноценный комикс, довольно-таки большой, либо, скорее всего, в графический роман, да. То есть много картинок, мало текста. Вот, это, в принципе, мой формат, потому что я не писатель. Хотя, конечно же, если вдруг это будет графическим романом, мне понадобится помощь писателя. И у меня тут есть одна прекрасная дама на примете, Маша Понизовская, которая пишет «Паучье княжество». Возможно, вы знакомы с таким произведением. Она пишет его на фейкбуке. Она довольно-таки популярная, и это довольно-таки мрачная история. В общем, у нас с ней один вайб, и я уже предлагала ей совместную работу. Вроде как, она не против, но пока что, конечно, это только так. На этапе переговоров. Вот. Но вполне возможно, через время, по чуть-чуть, понемножку, это перерастет в полноценную историю. Я бы этого хотела. И пока что, по крупицам, по чуть-чуть, понемножку, я пытаюсь вот воссоздать то, что могу воссоздать. Вот. Некоторые вещи пока что не могу. Все, что не могу, откладываю на потом. Как бы я не требую от себя чего-то невероятного сразу, потому что, повторюсь, я не умею этого делать. Вот я не умею. Я учусь прямо сейчас в процессе. Прямо сейчас в процессе я учусь создавать персонажей. Прямо сейчас я учусь их отрисовывать, делать комиксы, прописывать диалоги между ними. Я этого не умею делать. И никогда не умела, и никогда не делала. Поэтому, да, я в этом плане просто сильно не запариваюсь и делаю, как нравится. И все. Посмотрим, во что это выльется. Но, конечно же, без вашей поддержки никак. Если у вас будет интерес, то у меня, конечно же, тоже будет мотивация и интерес. Создавать эту историю для вас, вот. И, наверное, я хочу вам вбросить какой-то небольшой спойлер такой, знаете, абстрактный. Вообще о том, про что эта история. И эта история про экзистенциальный ужас. О котором, собственно, и повествует все мое творчество и все мои рисунки. Как бы я на все смотрю сквозь призму экзистенциального ужаса. Я об этом уже не раз говорила. Те, кто часто меня смотрят, понимают, о чем я говорю. Потому что это моя личная трагедия. И, конечно, я не могу создавать персонажей, которые будут проходить мимо этой темы. Потому что ни один мой рисунок не проходит мимо этой темы. Эта история о жизни и о смерти. Как бы это банально не звучало. Ну и пока что, наверное, ничего не буду рассказывать. Не хочется вас грузить. Потому что для многих тема триггерная. Для многих просто неинтересная. Потому что, конечно же, оба этих персонажа. Это я. Я и Саша. Я и Влад. И вполне возможно, их взаимодействие это какой-то мой внутренний диалог. Мой внутренний конфликт на эту тему. Но и, в принципе, наверное, все. Больше пока что вам рассказывать не буду. Потому что, ну, реально, это такая, знаете, душненькая и мрачненькая тема. Но, да, то, что это будет мрачная история, не сомневайтесь. История будет очень грустная, очень мрачная. И трогательная, скорее всего. Чего, в принципе, и можно было, наверное, от меня ожидать. Вряд ли я бы сделала что-то другое. Короче говоря, определяйтесь соцсетью, где вы будете публиковать свои фан-арты. И по ссылке в описании переходите в эту соцсеть. Там уже, скорее всего, для вас все готово. Для того, чтобы вы нарисовали и опубликовали. И еще, наверное, пару слов про фанфики. Потому что у меня спрашивали, можно ли вообще их куда-то публиковать. Но, к сожалению, этот конкретно челлендж не про фанфики, да, а все-таки про рисунки. Но, в любом случае, вы фанфики можете публиковать вообще в любых соцсетях под постами, где это в тему, да. То есть, если вы видите пост, посвященный этой вселенной, то вы можете просто кидать ссылки на свои фанфики, которые вы пишете. Для того, чтобы, ну, ребятки, которые там сидят в этом чате, допустим, в телеграмме, увидели, смогли перейти. То есть, такие вещи не будут удаляться, не будут блокироваться, вы можете этим делиться. Если вы написали фанфик, просто заходите в чат и говорите, я написал фанфик, кидайте ссылку. Вот, я думаю, что ребятки, которые там сидят, они очень многие этого ждут, они будут рады, вот, тому, что вы поделились. И перед тем, как начать рисовать, обязательно оцените комикс, перейдите по ссылке на Boosty или в телеграм. Еще раз напоминаю вам, что секретный контент по этим персонажам и по этой вселенной публикуется на Boosty. По подписке на Boosty вы будете видеть гораздо больше, чем все остальные. Ну и поставьте, пожалуйста, лайк под этим роликом, подписывайтесь на мой канал, если все еще не подписаны, добро пожаловать. И не забывайте фолловить все мои соцсети, особенно мой паблик в ВК и телеграм-канал. Все ссылки, как всегда, внизу в описании.